Война и мир Лев Толстой Эта книга пахнет Эта книга пахнет Она старая Вот как она выглядит Ну по названию видео Конечно Не война и мир Я в самом начале видео Хотел сказать Достаточно что-то умное Она связана про книги И про молодежь Если любая Современная молодежь не читает В наше время книги Или просто литературу То это проблема Проблема в общем Перед этим я готовил блог Чтобы рассказать не только Какую-то свою умную мысль Может быть она уже давно летала У другого блогера Или у другого человека Вот раз хочу поговорить про Киперпанк Речь пойдет про Мечтают ли андроиды Об электропцах По этой книге был снят фильм Бегущий по лезвию Ну и кто знает В 2017 году вышел фильм Бегущий по лезвию 2049 Я делал твою работу И делал ее хорошо Я знаю Чего тебе Чтобы не затягивать Этот блок Я хочу вам Начало этой книги Почитать Примерно 10-12 минут Ну я хотел такой блок Сделать Потому что Вы знаете Что у меня есть планшетник Там есть встроенный Микрофон Саунд Рекорд Реально Перед этим готовил У меня неплохо получалось А когда вот Все-таки Блог Это совсем другое Ладно Сценарий Я вам начну читать Первую главу Мечтают ли андроиды Об электро-овцах Конечно я первую главу Не прочитая За 10-12 минут Я начну читать Пинфилдовский генератор Настроенно разбудил Рика Деккарда Звонким Радостным Ввоз С плеском Электричества Привычно Удивлено Неожиданно Без всяких Предупреждения Возвращением Из старства Сна В мир Реальный Рик Спрыгнул С кровати Отдернул Радушную Подстать Своему Утреннему Настроению Пижаму И сладко С хрустом Подтянулся На соседней Кровати Его жена Айрон Разлепила Светло-серый Тоскливый Глаз И тут же Со стоном Его захлопнула Ты ставишь Будильник Своего Пенфилда На слишком Низкий уровень Сказал Рик Давай я Немного Прибавлю Тогда ты Проснешься И Несуешься В моей Настройке Рик Совсем Уже ожидал Услышать Продолжение Не мешая Мне спокойно Умереть Однако Так далеко Айрон Не пошла Я не хочу Просыпаться Он сел На краешек Ее кровати Наклонился И начал Терпеливо Объяснять При достаточно Сильном Импульсе Ты будешь Рада Что ты Проснулась В том Что Вся И штука На уровне С Он произойдет Защитный Порог Бессознательно Нежелание Просыпаться Вот как Скажем У меня Рик Доброш Душно Он Неизменно Оставил Свой Бюдильник На Д А потом Просыпался Буквально Распираемую Любовью Ко всему Окружающему Потрепал Ее По бледному Как пасмурный Рассвет Плечу Держи При себе Свой Полицейские Лампы Поморщилась Айрон Я не коп Сказал Рик Днем Поднималась Непредусмотренная Программа Раздражение Ты еще В сто раз Хуже Сказала Айрон Все так же Не открывая Глаз Ты Наемный Убийца На подхвате Копов Я в жизни Не убил Ни одного Человека Его раздражение Быстро Переходило В прямую Враждебность Ну да Саркастически Усмехнивалась Айрон Только Бедных Антиков Они Не в счет То То Ты Мгновенно Тратишь Все мои Премиальные На первую Чтоб Попадется Дребедень А ведь Можно было бы Немного Подкладывать И купить Место Этой Электрической Подделки Чтоб Пасется У нас Наверху Настоящего Живого Барашка Электрический Шаг И это При том Что я Год за Годом Вклад Вкалываю Как проклятый Имея Вполне Престойное Жалование Плюс Приминальное И все До последнего Цента Несу В дом Завершив Эту тираду Рик Резко Встал И направился К пульт Своу Пейнфилда С намерением Набрать Либо Подавление Теламической Активности Чтобы Быстро Приглушить Его Гнев Либо Стимуляцию Ежа И завестись До такой Степени Что появится Шанс Переврать Эту Стерву Давай Давай Сказал Совсем Уже Проснувшийся Ара Увеличивая Свою Склоченность Я Тогда Сделаю То же Самое Я Выведу Ее На максимум И ты Получишь Такой Скандальчик Перед Которым Все Наши Прежние Склоки Просто Нежно Воркование Набирай Набирай Я Уже За мной То Не Заржавеет Он Подскочил К пульту И замерло Сверкая Нарико Потемневшими От злобы Глазами Так что Теперь Выбор Сильно Упрощался Либо Безоговорочная Капитуляция Либо Полный Сокрушительный Разгром Я просто Собирался Набрать То что Нужно Сегодня По графику Соврал Рик И взглянул На График Сегодня 3 января 2021 года Ему требовалось Деловое Активное Настроение Если Я наберу По графику То Сделаешь То же Самое Наученный Печальным Опытом Он Не спешил Тыкать Кнопки Не получив От нее Ясного Ответа А То еще Поставишь Себе Деловое Активное И тут же Нарвешься На Разъеренную Фурию Мой Сегодняшний График Включает 6-часовую Глубокую Депрессию И само Стерзанием Сообщил Айрон Что? Да зачем Тебе это? Такая комбинация Противоречила Самой Идеи Генераторного Настроения Вот уж Не думал Что Меню Пентфилда Позволяет Набрать Подобную Жуть Я тут Сидел Как-то Одна Сказал Айрон Ну и Включил Передачи Дружище Бастер Его Дружелюбные Друзья И он Сперва Обещал Рассказать Какую-то Потрясающую Новость А потом Вдруг Пошел Этот Кошмарный Ролик Ну ты Знаешь Про Мунти Бенковские Защитные Штаны Я Врубала На время Звук И вдруг Услышал Ну это Наше Здание Я Услышала Она Сделала Неопределенный Жесть Пустые Не рвался Лично Проверить Эти слухи И вот Момент Продолжала Айрон Когда я Вырубила Звук Телевизора Я была Настроение 382 Только Что Его Набрала А в результат Хотя Умом Я слышала Пустоту А ее Не ощущала Сперва Я Возблагодарила Господа Что Мы Можем Себе Позволить Такую Роскошь Как Пинфилдовский Генератор Настроения А потом Вдруг Осознала Насколько Это Нездорово И Противоестественно Ощущает Отсутствие Жизни Не только В нашем Здании Но и Везде Повсюду И Никак Не Отзываться На это Душой Ты Меня Понимаешь Скорее Всего Нет А ведь Когда Это Считалось Верным Признаком Психического Расстройства Отсутствие Адекватной Реакции Так Это Называлось Тогда Я не Стала Больше Включать Звук Телевизора Подошла К своему Пинфилду И Начала Экспериментировать Ну и В конце Концов Наткнулась На комбинации Генерирующие Безвыходное Отчаяние На смыглом Живом Лице Отразилось Удовлетворение Успешно Завершенным Трудом Теперь Я включаю Ее Расписание Дважды Месяц По 6 Часов Кряду Думаю Это Вполне Благоразумное Время Чтобы Глубоко Прочувствовать Безнадежность Всего Что Есть В частности Того Что Мы Так И Торчим Здесь На земле Когда Все Нормальные Люди Давно Уже Имигрюли Ты Со Мной Согласен Вот Установишь Ты Эту Свою Комбинацию И Завязнешь Не Захочешь Из Нее Уходить Сказал Рик Такое Все Такое Все Объебесляющее Отчаяние Имеет Свойство Само Себе Поддерживать А я Хитро Улыбнулся Айрон Запрограммировала Автоматические Изменения Установки Сразу На Три Последующих Часа 481 Осознание Многогранных Возможностей Открытых Для Тебя В будущем Новая Надежда На Да Знаю Я Что Такое 481 Перебил Рик Который Уже Много Раз Пользовался Этой Комбинацией И Очень В Не Верим Послушай Он Сел На Свою Кровать Взял Айрон За Руки И Усадил Рядом С С Любая Депрессия Крайне Опасна Даже С Четыре Испытаем Его В полной Мере А потом Ты останешься В нем Еще На Какое То Время Я Перестроюсь На Деловое Активное Схожу На Крышу Проверить Как Там Наш Баран И Поеду На Службу Не Опасай Что Ты Тут Ку 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 Кси Ся Перед Выключенным Телевизором Он Выпустил Ее Длинные Изящные Пальцы Перешел Из Просторной Спальни В Еще Более Просторную Гостиную Где Стоял Запах Последних Вчерашних Сигарет И Протянул Руку К телевизору Терпеть Не Могу Телевизор До Завтрака Сообщила Айрон Она Так И Осталось Сидеть На Его Кровати Набери 888 Сказал Рик Наблюдая Как Прогревается Трубка Желание Смотреть Телевизор Вне Зависимости От Программы Ничего Я Не Хочу Набирать Сказала Айрон Тогда Набери Тройку Я Не Могу Набрать Комбинации Которые Заставят Меня Хотеть Набрать Другие Комбинации Есть Ли Уже Я Вообще Ничего Не Хочу Набирать То Эту Той Комбинации Тем Более Потому Что Тогда Я Захочу Набирать А Желание Набирать Представляется Мне Сейчас Чем-то Отвратительным Я Хочу Просто Сидеть Здесь На Кровати И Смотреть В Пол С Каждым Словом Голос Айрон Звучал Все Глушше И Безнадежнее Казалось Что Ее Душа Необратимо Тривизора И Квартиру До Кровев Заполнили Звуки Наглого Приторно Понебратского Голоса Хе-хе Ребята Грохотал Дружище Бастер Самое Время Кратенько Рассказать Вам Про Сегодняшнюю Погоду По сведениям С Метерологического Спутника Мангуст Полудни Осадки Достигнут Максимума А затем Начнут Помаленку Бывает Так Что Тем Из Вас Кто Захочет Высунут На улице Нос Или Там Что Нибудь Другое Дальше Рик Не слышал К нему Подошла Беспредельно Унылая Фигура Волчащая По полу Ночной Рубашки И Выключила Телевизор Ну ладно Горько Вздохнул Айрон Сдаюсь Я наберу Все Что Ты Хочешь Пусть Даже Экстатическое Сексуальное Блаженство Я чувствую Себя Так Хреново Что Даже И Это Выдержу Хуже Не будет Потому Что Хуже Уже Некуда Я Сам Неберу Для Нас Обоих Рик Приобнял Жену За плечи И Перепроводил Ее Назад Спальню Здесь Он Набрался На ее Пульс 5 9 4 Охотная Приятная Превосходящая Мудрость И Мужа Во всех Возможных Вопросах А не Своем Творческий Изобретательный Подход К работе Хотя Последние Не было Особой Неохватимости Он И Сам Без всяких Искусственная Стимуляция Подходил К работе Именно Таким Образом Торопливо Позавтракав Нужно Было Наверствовать Время Бездарно Употреблено Припирание С женой Полной Экипировки Для Высовывания На улице Включающиеся Естественно И Провенционные Штаны Аякс Фирмы Маунт Бэнк Рик Поднялся На крышу Круто Естественно Крышу Где Мирно Пося Эго Электрический Бараш Хитроумный Механизм Щипавший Траву С таким Натуральным Довольщим Что Никогу И соседи Не догадывался О его Истинной Перероде Вот Я вам Прочитал Примерно 10-12 Минут Мечтает Ли Андроида Об Электро Овцах Ставьте Лайк Или Дизлайк Этому Видео Если Вас Эта книга Заинтересовала Вы можете Найти Прогуглить Найти Просто В интернете Напишите В комментариях Что вы думаете Про жанр Киберпанк Фантастику Что вы думаете Вообще Про книги Редактор субтитров